Приветствую вас, Елена. Первое, что хочу сказать, то что у сознания есть ограничения в пределах самопознания и, в общем-то, это знать себя в полной мере сознание не может. Второе, вы воспринимаете, что это произошло с вами в контексте вашего опыта, ваших эмоций, это влияет на восприятие и на все выводы, которые вы из этого делаете и даже ваше знание в психологии эту проблему не решает. Доказательством этого является тот факт, что психологи сами для решения своих проблем используют коллег-супервизоров, которые помогают им решать свои проблемы. Так что, вне всякого сомнения, если у вас есть проблемы, обращаться нужно исключительно только к специалистам, исключительно только к психологам для решения своих сложностей, для решения своих трудностей. Вот, и не заниматься самолечением, потому что опыт и практика показывают, что самолечение – это долго, это не выгодно, это мучительно. Вот, и очень часто совершенно бесперспективно. Вот. Примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Теперь давайте подробнее наш текст. Расскажите ваше мнение о самостоятельной возможности помощи самоанализа или используя доступные методы, которые вам скажут в том, из которых будет обращение к специалисту, которые решат личные проблемы, если понимали, что они есть, и привели к возникновению моего вопроса. Не очень понятно, что иметь в виду, но доступные методы – это очень безлично, не учитывающие ваши индивидуальные особенности, конструкции, которые вам скорее всего не подойдут в том виде, как гармония. В психологии увлекаются, пищевые, ну, смотрите, увлечение психологией – это не занятие психологией. То есть есть разница, когда вы увлекаетесь психологией, когда вы ей занимаетесь. Есть разница, разница, ну, вообще говоря, достаточно большая, потому что если занимаемся психологией, то занимаемся психологией профессиональной и свои проблемы решаем, как правило, параллельно занятие психологией. Вот. Причем именно, что параллельно, а не последовательно. Вот. Ну и, понимаете, увлекаться психологией, изучать ее, увлекаться психологией, заниматься ею – это разные вещи. Кроме того, опять же, психология бывает разная, да, бывает психология теоретическая, научная, бывает психология практическая, вот. И, как бы, эти вещи их путать, ну, на мой взгляд, нельзя. Дальше. Сама склонна к постоянному саморазвитию и самокопанию. Саморазвитие и самокопание не являются теми навыками, которые облегчают вам понимание себя и так далее. Саморазвитие – это хорошо, но саморазвитие, для того чтобы оно проходило в относительно здоровом ключе. Желательно, чтобы были мотивации и чтобы был определенный вектор, вот. А если этого нет, то возможны проблемы и проблемы достаточно серьезные, вот. Это вот то, что я могу сказать вам. Далее. Или, если внутренние проблемы реально серьезные, то если я рассказываю, что это так, то правый смысл, а оцениваясь сна, то, наверное, более правильное решение. Нет. Это не так. Это не верно. Специалист, однозначно. Лучше не рассказывать. Да. Да. Если оцениваясь неправильно, исход странного благоприятный, ничего не теряю. Нет. Можете много чего потерять. В частности, время, орудие и негативный опыт получить. Ага. В противном случае можно до такого докопаться, что и специалист концепт не найдет. А здесь вопрос, который специалист найдет, во-вторых, дело не в концах и не в причинах, а немножко в другом. Вот. Такой ответ. На этом все. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.